Добрый вечер. У нас буквально несколько-несколько минут, точнее даже одна минута, и мы с честной совестью можем начинать наш вебинар. Пока еще те, кто доходящие, пытаются к нам дойти и так далее, подсоединяются. Соответственно, буквально через минуточку мы с вами и начнем наш замечательный вебинар на тему «Как стать манеджером в IT?». Начну, наверное, с традиционного большущего спасибо всем тем, кто этот вечер посвятил своему самообразованию, желанию узнать чего-то больше, лучшее, проимпрувить себя, то, что называется. Потому что, действительно, положа руку на сердце, безумно восхищаюсь людьми, которые, несмотря на всю огромную загрузку на работе, в личной жизни, все вот эти проблемы, проблемы все равно выделяют как-то время, находят желание, силы, энергии двигаться дальше, импрувовать себя и вперед. Поэтому огромное вам спасибо. Надеюсь, что вам понравится. А пока мы начнем, наверное, с представления. Вот этот голос за кадром, который вы сейчас слышите. Меня зовут Прихнич Алена. Я являюсь основателями тренера в компании E5. И перед тем, как я в деталях расскажу немножко о себе, я хочу извиниться за качество презентации. Просто с компьютера идет этот, господи, OpenOffice. Соответственно, у него немножко другое представление о шрифтах и стилях, чем у Microsoft. Но это всегда был такой холивор. Поэтому презентация у вас будет с нормальными шрифтами. Я ее обязательно вышлю после вебинара. То есть все прочитайте, не волнуйтесь и так далее. А так по максимуму буду озвучивать все, что можно. Ну и поскольку я вас не совсем слышу, то у меня будет огромная просьба написать плюсики в чат тем, кто меня слышит нормально, чтобы я понимала, что я не просто так вот говорю, а что есть какая-то ответная реакция. Вот, да, плюсики пошли. Огромное спасибо, ребят, это замечательно. Хорошо. В двух словах обо мне. Кто я такая, почему, собственно, имею право проводить такой вебинар, рассказывать, как-то делиться с вами опытом своим. И я уже, страшно подумать эту цифру, на самом деле более 10 лет войти, из них 9 – это на менеджерских позициях. Свой опыт, свой какой-то карьерный путь я начинала с отдела кастомер-супорта. Потом это был отдел менеджмента, господи, руководитель, позиция руководителя этого отдела. Далее я перешла в проектный менеджмент, это была позиция координатора, менеджера проектов и так далее. Сейчас я работаю с сеньор-скром-мастером в компании Циклум. И из таких интересных, больших достижений, которые у меня есть, это один из проектов. Мы начинали с ребятами, у нас было 7 человек, и за полтора года мы доросли до 40. Это реально то, чем я горжусь. Было очень много положительного в этом всем. Да, с одной стороны была заслуга и заказчика, то, что был бюджет, было желание это все развивать. С другой стороны, команду мы подбирали с нуля, поэтому подобрали тех, кого хотели. И команда мега классная, безумно их обожаю. До сих пор проект, кстати, есть. Ну и, соответственно, это очень классно, когда есть такая возможность. Ну и еще один такой очень интересный проект. Это было открытие киевской офиса аутсорсинговой компании. Тоже очень много интересного опыта с точки зрения управления в целом и вообще проектного менеджмента. К сожалению, эта компания решила свернуть эту деятельность из нашей политической ситуации, которую тоже все-таки нужно отдать, ну, говорить правду, она отображается на нашей экономике, и в том числе на нашем аутсорсинге. И, соответственно, вот это мой опыт, да, то есть прошла свой путь от начала, как бы говоря, до тех позиций, которые у меня сейчас были и есть. И, соответственно, этим опытом и буду сегодня с вами делиться. То есть свой вебинар хочу построить в первую очередь как на деление опытом, да. То есть это то, что сработало у меня, это то, что я систематизировала какие-то определенные советы. И я очень безумно надеюсь, что они вам пригодятся. Соответственно, если реально увидеть для себя что-то полезное и применить на практике, и что-то получится, да, или не получится, то есть любой фидбэк, если вы мне напишите, потом буду безумно благодарна, потому что, когда делаешь вот такие вебинары, то есть это вебинар, да, бесплатный, просто вот, чтобы поделиться опытом, очень важно иметь какой-то фидбэк, какую-то обратную связь. То есть это дает мне силы, мотивацию, энергию, желание двигаться дальше, то есть чтобы я знала, мне в следующий раз проводить там какую-то другую тему, раскрывать или нет. И, собственно, с этим же я и просила там заполнить вас, да, о чем еще хотелось бы поговорить. Все это читается, на основании этого заполнили, собственно, вопросы, да, которые вы писали, и мы их сегодня также будем рассматривать. Ну и пока суть до дела, я попрошу вас также вот немножко так просыпаться, да, и писать, написать мне в чатик ваша текущая должность и планируется ли повышение в будущем. Зачем мне это нужно? Для того, чтобы понять и скорректировать ту информацию, которую я хотела сегодня поделиться. Потому что было очень интересно смотреть на поле должность, вот формочки регистрации, то, что заполняли ребята, спасибо тем, кто заполнил. Потому что там менеджер проектов, там аккаунт-менеджер, еще кто-то, то есть реально менеджерские позиции, пришли на вебинар, как стать менеджером в IT. И у меня такой вопрос, вы же уже менеджеры, что вы хотите еще услышать? Вот, ну, интересно просто для себя. У меня есть догадки, что, наверное, там или услышать там какие-то советы, которые можно потом своим коллегам давать, которые тоже к вам обращаются с таким же вопросом. Или же, возможно, вы хотите там level up, да, если это проектный менеджер, то, что как стать PMO или как стать там, не знаю, CTO, потому что C-level тоже метит вот в карьеру, куда-то туда в топ, и как это будет делаться. Вот. И, соответственно, я сейчас быстренько попытаюсь. То есть у нас есть QA, да, это то, что видели, и по регистрациям. Есть, да, кстати, достаточно много QA, есть проектный менеджер. Кстати, вот, ребят, моя догадка была правильной по поводу того, что те, кто на менеджерских уже позициях, вот, хотят. Ага, пишут, что нет звука. А напишите, пожалуйста, у всех нет звука или только у одного человека есть звук, да? Значит, это, наверное, у вас проблемка на вашей стороне. Да, разработчики Дотнет, программисты. И вроде пока не планируется изменение. Значит, задел на будущее. У кого-то уже планируется. Поздравляю. Вот. Офис менеджер. Угу. Угу. Супер. Хорошо, ребят, значит, я смотрю, что у нас покрываются две, более-менее, аудитории. Первая – это те, у кого нету менеджерской позиции, просто вот хотят для себя или на будущее, да, куда расти, куда двигаться самому, то есть это ваша инициатива. Вторая категория – это те, у кого намечается такая инициатива, да, вам, наверное, немножко будет легче вот сейчас, то есть вы уже понимаете, что вас туда толкает или ваша компания, или ваше руководство, ваш отдел, и вы уже, так зная это, готовитесь. И третья – это те, кто уже менеджеры, но тоже, наверное, хотят какое-то еще дополнительное повышение и вот C-level и так далее. Почему бы и нет, да. Хорошо, начать свое повествование я хочу, наверное, с такого вопроса, вообще, стоит ли туда идти, что вы там забыли, да, и что вам как бы светит или не светит там. Вот я когда задалась этой темой, да, вот вообще, какие могут быть там вопросы на тему идти, не идти, какие опасения, страхи, нашла интересную, это такое вот описание, какой обычный рабочий день project manager, я немножко его скорректировала с тем, что у меня на практике, опять же таки, ваш рабочий день будет исключительно зависеть от вашего проекта, потому что везде все по-разному. Но на самом деле, вот, для себя, отвечая на вопрос, там, хочется вам идти на менеджеры или нет, вам нужно сначала вот попытаться разобраться, а что это такое, да, вот как-то попробовать. Соответственно, по рабочему дню это могут быть, как и пресейлы, то есть если у вас компания, которая активно занимается новыми проектами и у вас пьемом вовлекают в такой этап, как пресейл, то это у вас точно будет общение с новыми заказчиками, приблизительная там потом координация оценки этого проекта, когда заказчик решает идти к вам в компанию или не идти. Это все достаточно интересно, здесь вы прокачиваете свои сейлинг-скиллы, то есть чтобы что-то продать и коммуникацию, потому что с девелоперами надо будет оценить, а сколько это приблизительно будет, плюс-минус пару месяцев по разработке и так далее всему. То есть вот пресейл – это вообще отдельная тема, очень интересная, для меня это очень такая вот challenging, то есть вызывающая тема, потому что это новая сейчас для меня. У вас 100% будет безумно много общения с заказчиком, то есть PM – это как такое коммуникационное связующее звено. Вы будете безумно много общаться с вашим заказчиком, еще больше общаться с вашей командой, что-то утрясать, чтобы все были on the same page, то, что называется на одной странице, попытаться минимизировать все проблемы с коммуникацией и утрату информации, потому что чем больше людей вовлечены в обсуждение любой проблемы, тем больше информации теряется. Кто-то что-то кому-то недосказал, кто-то что-то недопонял, пропустил, еще что-то. Дальше – координация проекта, как таковая, то есть убедиться, что все задачи делаются, что каждая задача, на ком есть человек, который за нее отвечает, что по ней есть прогресс, что если есть какие-то проблемы, они решаются, и что все идет своим чередом. Если говорить о каких-то метафорах по поводу проектного менеджера, кто это такой и что вообще это за позиция такая, то я бы сказала, что если компания будет у вас работать как часы, вы знаете, они такие колесики крутятся, крутятся, то проектный менеджер, он как часовщик, который будет смотреть на это и очень точечно, здесь масло нужно подлить, здесь гаечку подкрутить, и вот это координировать и делать так, чтобы этот механизм работал эффективно. То есть это вот как задача, с моей точки зрения, не только для проектного менеджера, но и для менеджера в целом, кем бы вы ни были. То есть это может быть тех, лид, скрам, мастер, любое, абсолютно. То есть вот вы координируете, и ваша задача сделать работу людей еще более эффективной. Далее, решение конфликтных ситуаций. Менеджеры, с одной стороны, мега классно, мега круто, мы такие, все решаем, но с другой стороны, есть конфликты, конечно же, их нужно решать. Иногда конфликты очень такие затяжные, очень болючие могут быть для людей, для компаний. Нервотрепки здесь тоже хватает. Ну и мотивация команды. То есть для своей команды вы всегда как пример. И когда вы приходите в команду, люди все равно будут на вас смотреть. И если вы приходите с таким ощущением, мы опять пилим какую-то хренотень, непонятно, что делаем, то ваши ребята будут воспринимать это точно так же. Ну окей, пошли пилять второй день, непонятно что. То есть мотивация команды, она как и то, что вы, может, даже несознательно транслируете в мир, с каким настроением вы приходите, что вы говорите на стендапах. А, опять наш продакт-оунер или опять наш заказчик какую-то фигню дает. Или же она то, что вы действительно своим примером показываете, как это. Ну про мотивацию это отдельный топик. О нем можно говорить бесконечно много. Написано безумно много книг. И мы еще об этом на отдельном нашем вебинаре поговорим обязательно. Но это тоже часть позиции проектного менеджера. Теперь давайте более к телу. Мы все-таки определяемся, хотим мы идти в менеджеры, не хотим. Какие основные функции менеджера? Если обратиться к классике, то был очень замечательный человек. Я безумно люблю Питера Дрюкера. Это для меня один из основоположников классики менеджмента. Он, к сожалению, уже умер в 2005 году. И согласно ему и другим классикам менеджмента, есть четыре главные функции менеджмента. То есть это планирование, организация, контроль и мотивация. Все остальное, это будут более-менее какие-то разновидности, ответвления, которые условно можно сгруппировать в такие четыре функции. То есть это то, чем вы будете заниматься 100% своего рабочего времени и непонятно сколько процентов личного. То есть, опять же таки, если честно, это такое и есть. Вот следующий слайд, мне кажется, это главный слайд всей презентации. Потому что главный вопрос, наверное, у ребят, которые еще не менеджеры. Вот опять же таки Максим пишет, что нету звука. Ребята, напишите, пожалуйста, у кого-то звук есть? Максим, реально у всех звук есть, кроме вас? Не знаю, честно. А, наверное, знаете, у всех звук есть. Хорошо. Возвращаясь к главному вопросу, как стать, собственно, менеджером. Я это саморизировала. Я очень долго общалась с разными ребятами, которые там и менеджеры сейчас, вот как они стали, которые менеджеры на таких более C-level позициях. Вот я спрашивала их, хорошо, вот через вас прошло много людей, которым вы делали повышение. По каким критериям вы отбирали этих людей, да? Потому что вот одних же повышают до должности там лида, скромастера, еще кого-то, а другим, ну, наверное, нет, не повысят. И когда вот этот вопрос задавался, то все, что мне отвечали, можно глобально суммировать в несколько фраз. Первое – это люди начинали в какой-то момент думать не только о своей грядочке, вот я копаю от сих до сих и все, а о всем огороде. То есть если вы работаете в команде, у вас есть какой-то пул задач. Вы делаете вот свое ровно столько от сих до сих и все, больше никого не трогаете. Это позиция обычного разработчика, там, не знаю, QA, бизнес-аналитика, любого человека, который работает на простой своей позиции. Вот все. Но как только вы начинаете брать на себя немножко больше, то есть здесь очень важно понимать, а что же больше брать. То есть это не значит делать работу за всех, абсолютно. Это значит, что есть проблемы команды, есть проблемы компании. И, соответственно, если вы будете помогать решать проблемы команды, помогать решать проблемы компании, это очень быстро становится видно вашему менеджменту. И именно таких людей обычно повышают. Тех, которые думают не только про свои проблемы, но и помогают решить проблемы отдела, компании в целом. Это на самом деле, с моей точки зрения, есть какой-то основной функцией, основным каким-то пониманием, после которого ребята начинают повышаться вверх. Да, вот Анна подсказывает по поводу думает масштабнее. Абсолютно согласна. То есть не идите в позицию, да, мне очень понравилась эта картинка, вот кто виноват, не я, и точно не я. Это распределение, да, 50% считает, что не они, еще 56% не они. Вот, начинайте потихонечку смотреть, а что нужно вашей компании, а что нужно вашему отделу, и решать эти проблемы. Это немножко философски, да, там, мировоззречески, на практике, да. Ну, что же это означает. В тех же разговорах, да, когда я для себя общалась с другими людьми, свой опыт анализировала, читала информацию, суммарно выделяли в менеджеры такие главные навыки. То есть ребят, которых только повысили, обычно не хватает, во-первых, это навыков работы с людьми. Классики, такие молодые болезни, болезни молодого менеджера, это неумение делегировать, боязнь, особенно если вот вы были, да, там, ну, у меня такая сейчас ситуация на проекте, там, ребята, все сидели, все классно, а потом одного взяли и повысили до позиции или да. И теперь такой, упс, а как же я вот этим ребятам, с которыми я там бухал, еще что-то там ходил на обеды, скажу, что он там что-то не закончил, и попрошу его, ну, то есть, или там скажу так настоятельно, тебе же нужно закончить этот объем работы, как же так. То есть что-то проконтролировать дополнительно. С этим проблемы. Проблемы с делегированием, допустим, есть рутинные задачи, которые должны выполняться просто командой, там, заполнение какой-то документации технической, которая не хочет делать, проапдейтить те же тест-кейсы, посмотреть, что там поменялось за новые релизы, старое что-то проапдейтить, еще что-то. Таких задач достаточно много. И иногда вот начинающий такой менеджер, он боится сказать своей команде, что, ребята, давайте это будут делать все, и вместо этого сам это делает в свое личное время. Вот. То есть навыки с работой людьми, они прокачиваются. Следующей такой очень важной штукой, которой не хватает обычно, это умение соблюдать баланс между командой, компанией и заказчиком. Здесь мы рассматриваем вариант классического аутсорсинга, где у нас там есть наш заказчик, там не царь и бог, но как минимум приближенный к нему. И, соответственно, мы начинаем то принимать одну сторону, то принимать другую сторону. И непонятно, вот, да, а где же найти этот баланс. Обычно, если мы вышли из команды, то, конечно, команда – это наше родное, мы без него абсолютно никак. И, соответственно, потом начинаются какие-то вопросы. Но вы на позиции менеджера. И на позиции менеджера, там, или сейчас, или вы потом будете, для вас безумно важно понимать, что вам не нужно принимать чью-то сторону. Вам нужно решить какую-то конкретную ситуацию и сделать из нее выводы. Соответственно, вот этот вот баланс, когда вы не защищаете там, ну, защищать свою команду надо, но в каких-то разумных рамках. То есть, когда есть какой-то там терки между заказчиком и командой, опять же таки, вы смотрите и вы пытаетесь решить проблему, потому что ваша задача как менеджера – сделать продуктивную работу. А если у заказчика и команды много идет времени на выяснение, кто прав, кто виноват, это непродуктивно. Ваше время просто там, ну, вы сейчас вот в этот момент, когда вы ничего не делаете по этому поводу, все вот эти терки, то считайте вы вот эти человека-часы, а это конкретные доллары, да, или иногда тысячи долларов, просто выкидываете в корзину. То есть, вот Problem Solving Thinking и вот этот баланс между компанией, заказчиком и вашей командой. Почему еще написала компания? Потому что вы тоже являетесь представителем компании, и здесь очень важно, да, с одной стороны, и ребят поддерживать, помогать им, но с другой стороны, и четко отслеживать, чтобы не было вот этого вот еще и на голову сесть, да, то есть не устроить вот этот курортный дом. Понятное дело, что там никто не будет устраивать каторгу и так далее, но вам нужно сделать здоровый, нормальный рабочий климат. И то, что третий пункт тоже проговорила, уже умение искать решение проблем, а не виноватых. Это действительно важно. Бизнесу абсолютно все равно, по большому счету, кто виноват в краткосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе нужно решить пожар, который возник. В долгосрочной перспективе нужно сделать выводы и превентивные меры, как такой ситуации не повторить в будущем. Дальше тут уже будет все зависеть от вашей конкретной ситуации. Кому-то будет достаточно просто сказать, вот смотри, ты здесь и здесь сказал, сказать, что вот эти действия были некорректными, чтобы человек сделал свои выводы и в дальнейшем этого не повторял, с одной стороны. Кому-то нужно будет меры пожестче, то есть если это уже повторяется энный раз, то здесь нужно будет думать и смотреть и так далее. Но для вас очень важно решать проблему, а не кого-то, не знаю, гнобить за что-то. Далее. Умение визуализировать результаты работы своей команды. Что здесь имеется в виду? Я извиняюсь, я параллельно пытаюсь отвечать на вопросы, но не всегда выходят, поэтому потом у нас будет обязательно секция ответов и вопросов, и мы еще к этому вернемся. Вот у нас почему-то в украинской, наверное, все-таки в славянской культуре, мы делаем, делаем, делаем что-то, и втайне очень сильно надеемся, что наш менеджер и так увидит, насколько мы хорошо вжобываем, и даст нам, не знаю, премии, еще что-то, еще что-то. У меня самой была такая ситуация, тоже там работала-работала и втайне надеялась, что, блин, ну все же так знают, как и классно работаю, я 100% получу это повышение. Даже должность освободилась, но повышение я не получила, на это место взяли другого человека извне, и у меня было такое, блин, ну как же так, я же такая классная и все остальное. На самом деле, во-первых, не факт, что видно было мою работу, это с моей колокольни, я там в джобовала и так далее. И, соответственно, под умение визуализации очень важно и очень корректно нужно показывать результаты работы вашей команды. Здесь, опять же, никто не говорит о каком-то, не знаю, там, хвастовстве и так далее. Вот мы такие крутые, у нас сегодня велосити, там, не знаю, 20 story point, на следующем спринте 25, и вообще она скоро в космос взлетит и так далее. Здесь нужно соблюдать баланс, но и не нужно просто молчать. Почему? Потому что у менеджера, у вашего менеджера, у него информация о вашей команде, это исключительно то, что он слышит от других людей, с которыми он общается. А с кем он общается? Общается он с менеджерами других отделов, не знаю, со скром-мастерами других команд, техледами и так далее. Он не общается с конкретными разработчиками. Если вы как менеджер не расскажете, что вот мы сделали то-то, то-то, что мы такие молодцы в этом и так далее, то, возможно, у вашего менеджера и не будет вот этого понимания, если вы втихаря будете сидеть и все. И потом любая ситуация какая-то проблематичная, вплоть даже до сокращения, если рассматривать уже такие крайние варианты, когда вам нужно просто сократить 50% персонала, потом будет ситуация, что а кого сокращать? Так, вот этот вроде бы хорошо работал, этот тоже, а этот, блин, а я о нем ничего не слышал. Да, это не самый правильный вариант, потому что там по сокращению нужно взять фидбэк от непосредственного руководителя, который знает, как человек работал и так далее. Но определенный смысл в этом есть. Поэтому визуализация своей работы и вашему менеджеру, и заказчику, особенно если заказчик у вас сидит за бугром, и у него нет возможности на daily basis, да, там присутствовать на ваших стендапах, на еще каких-то митингах, это крайне важно. Далее, что еще не хватает менеджеру изначально? Это лидерских качеств. То есть вот это вот умение, да, повести команду за собой, своим примером что-то показать, воодушевить, рассказать, как-то, ну, повести за тобой, вот все, что вы там для себя представляете в плане лидерства, да, вот вспомните того человека, которого вы считаете реально крутой лидер, я за таким бы пошел, мне с ним было очень круто. Вот это вот и есть вот эти лидерские качества, которым зачастую не хватает. То есть учитесь вдохновлять ваших ребят, учитесь доносить до них какие-то важные вещи, тот же бизнес-фэллю, да, для чего это вообще все делается. Мы не просто пилим какую-то фигнюшку, а мы реально пилим функцию, которая позволит там с помощью QR-кодов что-то оплатить, допустим. Или мы пишем функцию, которая позволит одним кликом мышки пожертвовать доллар в какой-то детдом. То есть тоже детям будет там как-то хорошо и так далее. И опять же беру какие-то утопические, возможно, примеры, но тем не менее возможность и способность показать, зачем это делается, именно с точки зрения бизнеса, она и является одной из лидерских, вдохновляющих качеств. Ну и навыки тайм-менеджмента и делегирования. Это то, что я уже проговаривала, то, что обычно не хватает. То есть все делаем сами, все тянем сами, особенно если это был промоушен, и до этого вы были мегапродуктивным сеньор-девелопером или сеньор-кьюа, сами делали все так, что за вами, аж не знаю, гай шумил, как говорят. И тут бабац, а ребята оказываются с разным перформансом, с разной продуктивностью. И вместо того, чтобы подучить этого человека, показать, как работать продуктивнее, вы начинаете из-за этого человека все доделывать. То есть или все тянете на себе, вместо того, чтобы поделить вот эти задачи со своей командой. Ну и тайм-менеджмент – это святое. Эти два вот пункта, я их даже выносила в отдельные вебинары, о них мы будем разговаривать отдельно. Вот, да, понимание бизнеса там вылезло. Окей. Что-то у меня с... Хорошо. Идем дальше. Обязанности менеджера. Здесь я вот, честно, немножко собрала то видение вот моей начальницы, вот что такое менеджер, да, возможно, видение то, как я это видела, через свою какую-то призму преломлено. Что вообще входит? Что должен делать менеджер на практике? Во-первых, это то, что касается процессов, да. То есть вы как менеджер, ну, опять же, мы берем такого, какого-то mature enough менеджера, который уже сеньор, который может там прийти, зажечь и так далее. Но мы сейчас говорим о том, к чему мы стремимся, да, там, потихонечку. С точки зрения процесса, да, то есть вы должны мочь стартануть команду. Вы приходите на новое место, новый проект, и, допустим, вам повезло, для меня всегда как-то так стартовать команду было легче, чем вести ее дальше, и вы можете все построить так, как вы хотите. Соответственно, вы должны знать, как это нужно делать, что нужно делать, куда бежать и так далее. Далее, Team Reload. То есть если же вам, не знаю, повезло еще больше, потому что некоторым нравится именно приходить и импрововать процессы, у вас есть команда, да, и вы прийти можете, если там все замечательно, да, то вы как бы продолжаете делать то, что делал до вас предыдущий менеджер, возможно, что-то улучшить, от себя добавить, как-то там притереться с этой командой. Если же видите, что у команды достаточно большое пространство для улучшений, то есть есть определенные проблемы, которые нужно решать, и эти проблемы достаточно жесткие и серьезные, то даже нужно будет делать перезагрузку команды. То есть как это делается, да, когда, допустим, вот были у меня тоже проекты, нужно вот делать перезагрузку, потому что команды несколько лет, они не могли решить определенные проблемы, проблем достаточно много, и на каком-то этапе ребята просто перестали верить, что на уровне компании что-то может поменяться. То есть тогда уже и на какие-то баги с продакшена реагируют не так остро, да, это нормально, у нас сейчас еще три придет, мы их там посмотрим через неделю, а может они сами закроются автоматом. То есть вот такая вот какая-то уже апатия, да, там какой-то выработалась к этому всему, но если этого сильно много, то есть вот как это перезапускать. Да, потом delivery, то есть это то, по большому счету, вот продуктивность вашей команды и то, что вы доставляете все вместе, то есть вы должны абсолютно очень спокойно запланировать ваш релиз, вы должны помочь команде закоммититься, то есть если мы говорим о скраме, обиджайле, когда команда говорит, да, мы берем на спринт вот это вот, и мы дальше коммитимся, то есть говорим, что мы это сделаем, мы несем ответственность за свои слова. Это трекание, то есть постоянное отслеживание процесса. Обычно на этом этапе, то есть если на первых этапах команда еще может запланировать, закоммититься, сказать, да, мы это сделаем, то потом типа, ну, сейчас начало спринта, у нас еще есть время, расслабимся. Ну, среди на спринта еще времени нормально, будем расслабляться дальше. Конец спринта, упс, мы не успели. Вот это как бы классическая ситуация, чтобы ее не было, вы должны постоянно держать руку на пульсе. Для этого и есть, собственно говоря, стендапы, но опять же, кто как их проводит, но постоянно отслеживать состояние, если есть какие-то импедименты или препятствия для вашей команды, вы их очень активно, быстро решаете и так далее. Ну, и деливер, да, то есть в конце, что мы взяли и это сделали, доставили. Это, что касается процессов менеджера, обязанностей менеджера, да, в разрезе процесса. Теперь, что говорить о людях. Вот это управление людьми. Об этом, опять же, можно говорить бесконечно долго, если честно, и вот те HR, которые есть на этом вебинаре, думаю, со мной согласятся, потому что люди – это действительно что-то такое мега уникальное, мега классное, очень индивидуальное. Да, с этим можно, ну, вообще с вашей командой, с вашими людьми. Ну, с этим классно работать, с людьми классно работать. И мне кажется, что это настолько глубокая тема, что ее можно раскрывать и раскрывать. Что здесь можно добавлять, ну, вот от себя добавлю, это по поводу того, что, мне кажется, что хороший менеджер, он все-таки должен знать карту мотиваторов своих людей. То есть у вас есть люди, ваша команда, за которую вы отвечаете. И вы должны понимать, что движет вашими тиммемберами, коллегами, что для них важно. Вы должны понимать, что эта карта мотиваторов будет меняться с течением времени. То есть это не так, если у вас сейчас это классный чувак, который все девелопит, и все замечательно, то через какое-то время у него может что-то поменяться в жизни, и у него могут сместиться приоритеты. Я даже на эту тему знаю такую интересную историю. Одна коллега PM делилась, что у них был девелопер, и у него продуктивность падалась где-то с периодичностью раз в три месяца. И вот, ой, не три месяца, а девять, извиняюсь. Это как бы там они там проследили, что это даже было как-то связано, когда он менял девушку. Ну, это такая вот шутка такая немножечко, но на самом деле действительно наша семейная жизнь очень влияет на нашу продуктивность. Дальше, что еще? Ну, это, если мы помним по командам, да, вот этапы жизненного цикла команды, то у нас есть storming, sorry, forming, storming, norming и performing. Соответственно, storming – это когда вот все начинают активно выяснять, а кто же здесь главнее, по каким правилам мы вообще будем работать, как это все будет дальше, собственно, как мы дальше будем жить в таком составе и так далее. Мы тоже отдельно обсудим на нашем вебинаре, именно как себя вести как менеджеру. Но вот именно storming, когда идет активное выяснение всего, вам нужно будет фасилитировать и помочь вашей команде пройти этот этап максимально быстро. Ну и, соответственно, привести их к перформингу, то есть к тому, когда у нас уже есть какая-то продуктивность, мы дальше можем работать и все замечательно. Далее, следующая обязанность менеджера – это у нас коммуникация. Соответственно, коммуникации у менеджера много, язык должен быть подвешен. Вот здесь мы несколько таких штучек определили. Здесь есть смешная по поводу менедж троллс. Но почему она интересна? Потому что вот троллинг, он, если у вас есть в здравом количестве, это прикольно. Это тот способ, которым ваша команда снимает немножко напряжение с этого всего. Но, с другой стороны, если этого слишком много, то это нужно пресекать. Потому что это такой вот вид даже агрессии определенной, это идет неконструктивно. И если у вас команда тратит время на троллинг слишком много, то есть, допустим, такие уже крайние примеры, когда митинг, вместо того, чтобы быть один час эффективным, затягивается на 2-3 часа, потому что очень много непонятных дискуссий и так далее. Соответственно, это не есть конструктивно, это просто выкинутые деньги. Далее, по поводу impediments removal. Что здесь имеется в виду? Вот, задача менеджера максимально сделать эффективную работу своей команды. Поэтому, если вашу команду что-то блочит, вы это убираете. И если раньше можно было, ну, я вот это эскалировал туда и забыл, то на позиции менеджера и на позиции, когда вы хотите быть менеджером, вы должны доводить все до логического завершения. То есть, если у вас была какая-то проблема, вы ее эскалировали, через какое-то время обязательно проверьте, или она решена. Потому что и тот человек, которому вы это передали, в другой отдел, или ваш менеджер мог забыть, не успеть, еще что-то. С другой стороны, точно так же у этого человека могли возникнуть какие-то вопросы, но они могли к вам не дойти. То есть, вариантов может быть тысяча и одна комбинации. Вам обязательно это нужно трекать, именно problem solving thinking. Дальше. И по поводу персональных каких-то качеств, они тоже немножко будут пересекаться. Что здесь имеется в виду? Можно примеры здорового и не здорового троллинга. Мне кажется, я вот чуть-чуть уже на эту тему ответила. То есть, не здорово, это если митинги реально затягиваются, и вы видите, что нет конструктива, то есть, 3-4 реплики, конструктива нет. То есть, ну, это уже не здорово. Здоровый троллинг, то есть, это может быть какая-то шутка, да, такая вот, ну, вот это, знаете, как разница между, не знаю, таким вот, ну, вот легкой иронией и сарказмом, может быть, вот как-то так. То есть, смотрите по времени. Я очень сильно ориентируюсь на время. Если это действительно команда воспринимает нормально, все классно, и это по времени там не съедает у вас, не знаю, больше, не знаю, 10-15 минут суммарно за митинг, даже 15 это много, да, то и того меньше. То есть, это пару фраз, просто чтобы снять напряжение, потому что иногда бывают сложные ситуации, и они действительно разряжаются какой-то прикольной шуткой. Это одно дело. Но если это просто вот, а, у нас опять продуктовнер принес какую-то фигню, а наш заказчик опять хочет нереального, и вот просто этот ролл, тролль, тролль, без конструктива, все лучше завершать. Возвращаясь к нашим персональным якостям, да, вот у меня какой-то микс трех языков, но все-таки к нашим качествам. Кайзен Майнд. То есть, вот, люблю эту философию, которая заключается в постоянном улучшении. Встает о Линн Продакшн, уверенно слышали, если что, почитайте по поводу Линн, если есть желание приходить к нам на Кайзен Клуб, мы их организовываем в Киеве, если есть желание организовать в своем городе, пишите нам, мы расскажем, как и поможем, может, даже приедем там, да, поддержать вас. Суть заключается в постоянном улучшении, то есть, вы делаете что-то, вы видите свою зону для улучшения, вы это улучшаете и идете на уровень выше. Мне очень нравится момента фороспирали, потому что, да, вы вот Кайзен Майнд, вы что-то улучшили, встали на чем-то лучше, потом пошли по второму кругу, и он уже больше, то есть, у вас больше навыков, вы больше что-то делаете более идеально, хотя дела не существуют, но все равно вы что-то делаете лучше на порядок. И так вот постепенно ваши круги профессионализма, они становятся все шире и шире и себя впитывают все больше и больше. Ну, getting things done, это то, что я говорила, то есть, недостаточно просто эскалировать проблему, ее нужно дожать, решить, додавить до конца любыми способами, ну, опять же таки, что я подразумеваю под любыми. Не прошел момент просто там попросить человека, пойдите там, заэскалируйте, найдите другого человека, который сможет ее решить, там еще что-то, то есть, ищите постоянно варианты, не пускай в дверь, лезьте в окно. Ну, и по поводу возможности идентифицировать риски и возможности, здесь тоже это достаточно важно, то есть, вы как менеджер, вы должны потенциально видеть риски и возможности для проекта, для вашей команды. Примеры. Если мы говорим о проектном менеджменте, то вы знаете, что у вас там, допустим, майские праздники всех выкосят, то есть, это вы изначально планируете такое. Далее, если мы говорим о people management, вы видите, что у вас там, допустим, ваш lead developer, он сейчас, ну, у вас очень важный релиз, тоже вот ситуация очень живая, очень важный релиз, ребята там, третий спринт пахают как не в себя, последний спринт вообще такие с ввертаймами, с выходом на выходных поработать, ну, то есть, просто это очень важно для компании, то есть, все понимают, что ввертайме не есть год, но в моменты, когда это действительно важно для компании, критически для бизнеса, то, ну, это нормально такое сделать, потому что, грубо говоря, да, как бы это пафосно не звучало, но реально идет такое вот спасание бизнеса, и, соответственно, под конец, когда уже просто lead не выдерживает, и он как бы заболевает, да, и вы реально для себя понимаете, что вот то, что он заболел, это куча, у вас все посыпалось, вот, то есть, вот это вот риск, который для проекта вы должны четко видеть, да, еще на этапе, когда вы видите, что человек там уже начинает выматываться, на каком-то этапе сами его сказать, так, все, ша, давай ты там не будешь овертаймить, то есть, это четко с ним проговорить, как ты ему можешь помочь, снять с него часть задач, обычно, что менеджер в таких ситуациях классика, это по максимуму ограничивать митинги, потому что в ситуации, когда у вас пик коммуникации, когда у вас пик проблем по проекту, очень сильно возрастает количество коммуникаций в любом виде, и поэтому вот ваших лидов, да, там по коммуникациям ограничить, максимально вопросы на себе как-то переводить и так далее. Вот, по поводу возможностей, вы можете, то есть, допустим, те же, ну, вот классик, да, тут тоже такой очень живой пример, то есть, сейчас у нас там идет определен, ну, вот у нас QA-ребят забирают там, допустим, на регрессион-тестирование, это означает, что в спринте у нас их физически не будет, потому что там совсем забрали. Я не говорю, что это правильно, я говорю просто реальную живую ситуацию в жизни. И выходит возможность разработчиков работать, да, на достаточно большая капэсити, возможность протестировать, ну, практически нулевая. А definition of done у нас для задачи, это какая-то фича, функция, да, она и разработана, и она протестирована. Соответственно, с точки зрения бизнеса мы особо ничего не сделаем, потому что оно не будет протестировано. Но вот это как и риск, который нужно соответствующим образом прорабатывать, но это как и возможность, потому что это очень классный момент, когда можно достать любимый technical debt, о котором все разработчики безумно любят говорить и просить на него по полгода рефакторинга на всю команду, но по факту можно и так вот, это тоже как вот возможность сделать что-то техническое, и вы просто сводите одно с другим, и у вас реально техническая таска, какой-то свой рефакторинг или какой-то модуль, который нужно написать, или еще что-то может быть взято. Окей, по обязанностям менеджера мы плюс-минус поговорили. Теперь, собственно, вот саморазвитие. Куда бежать вообще? Мы как-то для себя определились, вот стоит ли нам идти в менеджмент, менеджер не стоит, какой будет наш рабочий день, вообще какие, что от нас будут требовать наше начальство, как же это подтягивать, если мы все-таки знаем, что да, это наше, мы тут сейчас вдохновились и хотим реально идти. Здесь я вам сделала определенную подборку книжек, я обязательно это все расшарю, то есть у вас будет, часть из них можно сказать у нас на сайте Е5, часть можно просто там приобрести, у кого-то, то есть почитаете. По управлению проектами достаточно интересные книги, особенно если вы там хотите ознакомиться со скрамом, с канбаном, в эти, скажем так, методики разработки программного обеспечения, то есть есть agile, как направление, быть гибким, а есть конкретные фреймворки, то есть каркасы, как это делать, это может быть скрам, это может быть канбан, это может быть скрамбан, еще вот куча всего, вот, о них можно почитать, собственно, в этих книжках, достаточно интересно, легко читаются, вот, очень классные. Ну и, собственно, по управлению людьми тоже достаточно интересные книжки, которые позволят вам более по-другому посмотреть на свои коммуникации с ребятами. По поводу карты-мотиваторов, вот эта замечательная книжка «Мотивация на 100%» Светлана Иванова, она очень известный HR, работала там HR-директором в Procter & Gamble и так далее. Ну, я когда-то по этой книжке начинала изучать вообще такое направление, как карта компетенции. На самом деле, систем есть очень много, есть диск, есть еще куча пятого-десятого. Попробуйте для себя определиться, какая система вам подойдет, да какая классификация, и уже от нее отталкиваться. Соответственно, по управлению людьми рекомендую эти интересные книжки почитать, да, там, особенно Берна, лидеры группы, вот для себя отвечать на вопрос, а что такое лидерство, да, вот, интересно. Ну, и практические вебинары, тренинги, их вообще никто не отменял, в частности, мы будем проводить, у нас целая серия, мы вот сегодня стартуем, и дальше, в следующей неделе, все вот эти вот важные навыки, которые должны быть у менеджера, мы будем проговаривать, конкретно будут давать инструменты, как с ними работать, что такое вообще жизненный цикл команды, как менеджеру себя вести, да, потому что любой новый сотрудник у вас в команде, команда все, вот кинулась назад на этапы форминга, они опять начинают смотреть друг на друга и понимать, а как же им взаимодействовать теперь в таком составе. Ну, это менеджмент, управление рисками, вот классика. Ну, и для развития всевозможной конференции, клубы, тусовки, вот выходите как-то из своих, не знаю, как это домиков, что ли, назвать, то есть общайтесь с людьми, общение с коллегами, оно безумно интересно, безумно обогащает в плане опыта других ребят, в плане идей, вот так, чтобы реально такой простой пример привести, да, когда просто, ну, у меня вот тоже ситуация прямо сегодня, буквально практическая иллюстрация к нашему с вами вебинару. Ребята застопорились бэкэнщики на тему, как девалопить дальше, то есть, ну, бага на продакшене, как пофиксить не знают, все по классике. И пришли к тому, что там какая-то проблема с Apple, не знаю, как ее решить. Google не помог. Ну, бывает, Google у нас всемогущ, но не настолько. И это технический тупик, на который, ну, выход из которого, в частности, это какой-то брейдсторминг, еще что-то. Брейдсторминг, непонятно, как и где делать, и, круг говоря, что беру, беру ребят и говорю, пошли на этаж выше, я знаю, здесь проект сидит, они занимаются плюс-минус тем же, могут, поможут. Может, помогут. Пошли, пообщались, и получили следующее какое-то направление, куда двигаться дальше, то есть, куда им дальше копать и рыть. Это вот из технических каких-то примеров. Из менеджера, на самом деле, точно так же. То есть, вы застопорились, у вас, не знаю, какая-то конфликтная ситуация с человеком, не знаете, как ее решить. У вас там непонятно, постоянно заказчик меняет требования, непонятно, как с заказчиком своим взаимодействовать. У менеджера точно такие же проблемы. И вот можно просто прийти и с такими же коллегами их обсудить, вот наш IT-Kizing Club, Welcome. Я знаю, есть и чарские клубы, тоже девчонки собираются, обсуждают интересные разные моменты. Вот из последнего нового, в Львив Project Management Day, 22 ноября, тоже ребята организовывают интересную конференцию во Львове. Замечательный повод поехать попить кофе, поспелковать с украинской умовы и пообщаться с коллегами. Есть дискуссионный клуб в Киеве, я знаю, в Харькове, очень много всякого, в Одессе, во Львове. You're welcome. Выходите со своих домиков, общайтесь. Хорошо. Дальше я бы хотела с вами поговорить по поводу страхов и опасений, потому что зачастую то, что нас останавливает перед тем, как уже пойти дальше, это блин, а вдруг что-то не выйдет. И в тот момент, когда мы с вами проговариваем эти страхи, они нам уже не кажутся такими страшными, необъятными, непобедимыми и пипец-пипец. Но для того, чтобы вы немножко проснулись, я вас попрошу написать мне сейчас в чатик ваше самое большое опасение. То есть здесь все анонимно, я максимум зачитаю имя, то есть потом не пойду к вашему менеджеру и не скажу абсолютно ничего. Но просто интересно, если вы хотите, чтобы мы его обсудили, потому что некоторые типичные какие-то штуки я выписала, но все-таки мы все индивидуальности, я знаю, что у вас есть что-то свое, сокровенное, потому что если хочется поделиться, пишите, пожалуйста. Соответственно, чего обычно боятся? Это не справиться с новыми задачами. То есть это может быть не справиться с управлением командой, с коммуникацией с заказчиком, с операционными какими-то задачами, не успеть высчитывать проект-планы, рисовать диаграммы ГАНТа, капэсити просчитывать и так далее. Далее, то, что в текущей компании будет стыдно отступать. То есть вы сейчас работаете, работаете, вам говорят, чувак, ты крутой, а теперь ты у нас будешь менеджером. И вот такие поработали какой-то момент менеджером, а потом понимаете, не, не мое. Что теперь делать? Будет ли это отступление назад с позором или нет? Как это воспримут ваши ребята? Ну, непонятно, да, вот как это вообще корректно сделать. Может быть, опасение, что вас не будут слушать сотрудники. То есть вот когда вы на одном уровне, все было классно. А когда вы станете их менеджером, они скажут, да, блин, ну, не знаю, Ален, мы же с тобой вчера бухали, что ты от меня сегодня хочешь? Ну, ты же знаешь, у меня сейчас похмелье, отстань от меня. Да, как-то такого плана. Ну, или еще опасение, что вы перестанете быть вот своим в команде. Потому что, блин, да, она нас нагружает, да, она там хочет, чтобы мы делали то-то, 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 но все, вас перестают звать на обед, на какие-то тусовки, быстренько создают чатики без вас и так далее. Ну, это как-то бурное воображение, у меня нарисовало такое все. Что с этим, собственно, делать? Ну, во-первых, если у вас есть страх того, что вы не справитесь с чем-то, вот честно признайте себе, что у вас в этот момент появилась новая зона для роста. Это круто. То есть, вот для себя нашли что-то, в чем вам нужно прокачиваться. И вперед обучайтесь. То есть, теория плюс практика. Продумайте свой план отступления заранее. Что здесь имеется в виду? Если мы говорим о классическом, самом классном и легком варианте, когда у вас повышение в вашей компании, можно попробовать это, что называется, не совсем официально. Ваш менеджер, когда на этапе вы начинаете решать проблемы не только свои, но и вашей команды, он начинает вас оставлять вместо себя. Менеджеры, как и любые другие люди, они ходят в отпуска, они уезжают в командировки, иногда они заболевают, иногда они на конференциях, еще что-то. То есть, их может не быть на месте какой-то промежуток времени. Попробуйте заместить своего менеджера в этот момент, и вы попробуете, как это быть менеджером. То есть, с одной стороны, вы еще не официально менеджер, и если вам что-то не понравится, вам будет достаточно легко отступить назад. Ну, хорошо, мой менеджер вернулся, вот ему его позиция, все, больше дальше не хочу. Но с другой стороны, вы пробуете, а как это быть. Вы на практике начинаете взаимодействовать с вашей командой, вы на практике начинаете решать какие-то менеджерские проблемы, и вы уже для себя понимаете, это вообще ваше или не ваше. Ну, соответственно, если вы вот так попробовали, вам достаточно просто потом отступить назад, если не понравилось. Если же понравилось, вообще все замечательно, вы понимаете, да, это мое, хочу дальше, вижу цель, не вижу в препятствии, и вперед. Далее. Завоевывается авторитет. Это действительно так, как завоевывается авторитет. Вот мне очень нравится эта фраза, пацан сказал, пацан сделал. То есть, если вы видите какие-то проблемы, вы их решаете, и вот количество решенных проблем, это большой плюс в карму менеджера. То, как вы взаимодействуете с ребятами. То есть, те конкретные дела, которые вы делаете, они достаточно сильно поднимают ваш авторитет. Ну, и по поводу того, что перестанете быть своим, да, в команде, здесь очень важно соблюдать баланс. Потому что замечательный человек, не всегда хороший сотрудник, это действительно так. Я очень, ну, как бы сама сторонник того, чтобы иметь очень теплое, хорошее отношение со своими сотрудниками, с коллегами. Это очень классно, когда общение перерастает в что-то классное, когда вы делаете что-то классное, у вас классная команда и так далее. Но, с другой стороны, ваше восприятие, вот это классно или нет, во многом зависит именно от вас. Для кого-то один и тот же проект замечательный, для другого человека это будет, ой-ой-ой, да как вы сюда вообще попали, и сидите там. Ну, и смотрите, вот этот вот баланс, да, между домом курортов и каторгой. Менеджер – это тот человек, который его будет всегда соблюдать. То есть, правда в том, что ваша команда должна быть эффективной, но, с другой стороны, она не должна совсем быть в доме отдыха, но ее не нужно выжимать как лимон. Потому что люди, которые, когда вы выжили, вот все дальше, ну, с выжатым лимоном, его только выкидает. Но с людьми так некорректно поступать, и вы как менеджер должны соблюдать этот баланс. Вот. Дальше. Вот еще тоже такой один из интересных страхов. Я когда общалась с Аней, она здесь на этом вебинаре, там, мы общались на тему, вот, а что делать, если там с менеджером, да, вот, ну, не вижу я, да, потому что один из способов получить повышение – это, там, начать помогать команде, начать помогать менеджеру, там, и тогда постепенно-постепенно вот вас запромодят. Вот. А если видите, что вот менеджер реально, ну, как-то странно. Редиско, как я назвала, вспомнила такой замечательный фильм «Дьявол носит Прадо». Вот. Если помните, она там потрепала нервы у главной героини. Вот. Что здесь могу посоветовать со своей стороны? Подумайте, почему она себя так ведет, да, какую бизнес-цель пытается достичь. Или он, ну, опять же таки, я просто брала главную героиню как пример. Вот. Потому что менеджер, может быть, не всегда вот просто он такой редиско. У него сто процентов есть какие-то бизнес-цели, которые он преследует. И нужно попытаться их понять. И когда вы смотрите на эту ситуацию с призмой бизнес-целей, вы ее воспринимаете по-другому. Вот. Подумайте на тему, как вы ей можете в этом помочь. Именно как достичь конкретную бизнес-цель. Я не говорю про то, что там чесать ЧСВ и так далее, да, это отдельная тема. Я говорю про конкретные бизнес-цели, когда у компании нужно что-то достичь, и менеджер, пытается что-то донести, возможно, не совсем корректно. Ваш менеджер такой же живой человек, как и вы. Он или она тоже чему-то учится. То есть все мы имеем право на ошибку. Но что она пытается решить? Как вы можете ему или ей помочь в этом? Как вы можете быть полезным в своей компании? Если вы поотвечали на все эти вопросы, вот честно положать себе руку на сердце, и все равно считаете, что у нее редиска как была, так и осталась, ну, тогда вы делаете соответствующий вывод. Возможно, вам стоит подыскать другого менеджера. Возможно, есть в другом отделе что-то, потому что компания там вам классная, или вообще в другой компании. Но это крайний случай. То есть я просто сторонник того, что перед тем, как уже окончательно хлопать дверькой, говорить, до свидания, вы все будете за мной скучать, а я по вам не капельки. Стоит поработать над собой и посмотреть на свои какие-то гэпы. Ну и еще такое опасение, что делать, если в моем проекте нет возможности повышения. Здесь, если честно, хотела бы поделиться несколькими тезисами, в частности в том, что если ваша компания растет, то возможность повышения 100% есть. Я знаю, сама была в компании, когда я пришла к ним, у них было 40 человек, я уходила туда, там было 200, то есть такой очень активный рост, где-то за 3 года. С коллегами тоже общалась, где ребята активно в компании, которые во время роста, действительно рост есть. Это может быть, у вас есть возможность. Потому что компания растет, это значит, что есть те зоны ответственности, которые сейчас нужно покрывать. И это должен делать кто-то. И для компании намного выгоднее и намного комфортнее взять человека, сотрудника, который уже знает кухню этой компании, знает всех, которым будет намного проще адаптироваться и запромоутить его на определенную должность, получить ему определенный кусок ответственности, чем брать человека извне. Поэтому, если ваша компания растет, мне кажется, здесь есть возможности роста. Если же таких новых проектов не стартует, помогите. Такой немножко юмор, но все-таки посмотрите, реально попробуйте предложить какие-то инициативы. Инициатива наше все. Она должна быть достаточно разумной в каком аспекте. Если ваша компания занимается разработкой программного обеспечения, а вам мега хочется открыть приют для собачек, вы, конечно, можете приглашить своему топ-менеджменту, а давайте мы его откроем, профинансируем и так далее. Но, наверное, это не в бизнес-целе этой компании. То есть пропускайте свои инициативы через призму бизнес-целей вашей компании. Чем вы занимаетесь, как это можно сделать и так далее. Ну и если вы после всего этого считаете, у меня фонарь нереальным, ну тогда используйте время для самоучения и смотрите по сторонам. Вот, собственно, вот так вот. Дальше. Что если мне не понравится быть менеджером и если план отступления? Частично уже проговорила на тему того, как подстилать соломочку, такое, что вы можете выступать замом во время отсутствия вашего менеджера. Далее. Продумайте критерии успешности заранее. То есть вот для себя перед тем, как за это браться, попытайтесь набросать, что вы от этого ожидаете, по каким критериям вы поймете, что вы справились с этой задачей или не справились. Это, опять же таки, даст вам возможность потом для себя сделать какой-то вывод. Я с этой задачей не справился. Почему? Потому что мне это неинтересно или потому что у меня не получается. Если не получается, а что мне нужно подтянуть? Или я справился, но не так, как мне хотелось бы. А что мне нужно подтянуть, чтобы справиться лучше? Такие вопросы, они очень классно помогают понимать, а куда мне дальше копать, куда двигаться и куда бежать. Ну и тренируйтесь на кошках. Это частично будет ответ на вопрос, как зайти в IT, не айтишникам с любым другим гуманитарным образованием, но все-таки. Одна из функций менеджера, о которой мы проговаривали, это организация. Попробуйте что-то сорганизовать, если так можно сказать. То есть любой тимбилдинг, техническая задача масштаба всей компании. То есть если вы на позиции девелопера или QR-кьюа, хотите попробовать себя, насколько мне менеджмент вообще понравится или не понравится, и вот с точки зрения безопасности, чтобы потом было куда отступать, то попробуйте взять какую-то большую техническую задачу. Не знаю, внедрить новый какой-то фреймворк глобально по всей компании, или затеять какой-то масштабный рефакторинг, но именно скоординировать его. То есть это нужно собрать ребят, придумать, как это правильно сделать, продумать архитектуру, создать эту рабочую группу, всем напоминать, а мы же над этим работаем, потом продать это вашему заказчику, продать это вашему начальству, что они выделяют ресурсы, а это значит время и деньги на этот ваш мегапроект. Потом дальше договориться, чтобы это все взяли к себе на разработку, потом это свести воедино. То есть это реально такой большой кусок проектной работы, который нужно проделать. И это тот именно кусок, на котором вы посмотрите. А вообще вот эта вся организационная деятельность, она ваша или не ваша? Оно вам по приколу? Или на самом деле вам намного комфортнее дальше заниматься разработкой, когда вам четко все понятно, и вы отвечаете только за себя? Потому что это и проще, и сложнее одновременно. И так далее. Мы так плавно с вами подходим к нашему завершению. У нас практически восемь. Остались вопросы. Я помню про то, что вас просила написать про свои страхи в нашем чатике. Сейчас мы это все будем анализировать, зачитывать. Часть мы уже покрыли, час еще нет. Большое спасибо, что целый час были со мной. Нам еще чуть-чуть, и мы закончим. Я с удовольствием вас приглашаю на наши вебинары, которые будут стартовать в следующей неделе, где мы эти навыки, важные для менеджера, будем рассматривать более детально. А как это делать, а что это и так далее. Ну и, соответственно, у нас к вам подарок. То есть, если вы подписываетесь на весь наш курс вебинаров, то один, абсолютно любой, какой бы вам не понравился, он будет абсолютно бесплатно. Ну и по поводу вопросов. Я читала все то, что вы заполняли, и в результате вывела достаточно много интересных вопросов. Я думаю, даже отдельно мы их как-то выпишем и расшарим ответы на них. Но сейчас хотелось бы вкратце проговорить, и, соответственно, потом мы пойдем к вашим опасениям, которые в чатике. У нас тут немножко сместилось, но Юля, продакт-менеджер Иван, от ребят был вопрос на тему, а как вообще зайти в IT не айтишным людям. То есть, вот если нету какого-то опыта в этой компании или вообще в IT-сфере, как туда заходить? Мне кажется, и то, что я видела, реально работает. Если вы совсем-совсем не здесь, попробуйте начать, возможно, с организации каких-то айтишных проектов. То есть, есть куча каких-то проектов, где люди на каких-то социальных основах что-то тестируют, то есть, скоординировать вот это. Да, вам за это не будут платить деньги поначалу, но вы, по крайней мере, попробуете, заведете какие-то свои контакты и начнете это потихонечку организовывать, смотреть, что и как. Если у вас просто стоит цель пойти в айтишную компанию, попробуйте зайти туда со своим бэкграундом. То есть, вы же чем-то занимались до этого, вы можете приносить какую-то пользу, достаточно классную. Это может быть ивент-менеджмент, это может быть ищарство, это может быть еще что-то. Из того, когда мы не берем то, что разработчик или тестировщик, становится проектным менеджером, точно так же может стать бизнес-аналитик, тоже принцип, алгоритм тот же. Точно так же может стать кастомер-сепорт. Я приводила свой пример, это тоже ребята, то есть, я вот вышла с кастомер-сепорта, я знаю многих ребят, которые вышли от Тудва. Я знаю ребята, которые вышли с отдела локализации, то есть, это были техрайтеры, несколько языков, и они тоже. То есть, в том моменте, когда ваше начальство видит в вас организаторские способности, и в вашей компании есть вот эта возможность роста, вы начинаете расти. Поэтому, как заходить в IT-компанию не айтишником, то есть, сначала попробовать зайти туда, с каким-то своим бэкграундом, который уже есть, возможно, вы найдете какую-то позицию джуниор. То есть, сейчас достаточно много тройней позиций, вот честно. Много компаний делают, погуглите эту тему. Даже когда с Ромой ходили на конференцию для студентов было это недавно, относительно недавно летом в НАУ в Киеве, мы потом по факту делали выборку, программу для, как это называется, это называется интершип, то есть, когда вы проходите стажировку. То есть, такие программы есть, их действительно можно, и это для вас возможность попасть в IT-компанию. А дальше же вы уже можете идти. Дальше. Какими природными качествами должен оплодать менеджер? Вопрос от Дмитрия. Природные, если так совсем-совсем уже разграничать, то, мне кажется, это организационные, лидерские какие-то навыки. То есть, если вы от природы можете организовать людей, повести за собой вперед, вот это какие-то природные. Этому можно научиться. Я просто привержусь к тому, что можно научиться абсолютно всему, вопрос только времени. То есть, я просто понимаю, что с меня балерина, наверное, вот как-то это слишком много времени, не одну жизнь, наверное, займет. Хотя, если бы я сильно тренировалась, то, возможно, бы как бы и вышло что-то через несколько десятков лет. Вопрос в том, стоит ли затраченное усилие от того выхлопа, который я хочу. Наверное, вот не сильно я хочу быть балериной и тратить на это несколько десятков своих лет. Поэтому, вот, отвечая на этот вопрос, вот, лидерские, организаторские способности, возможность повести зато с собой. Дальше. Необходимы уровни технических знаний и глубине знаний в сфере программирования для работы ПИЭМа? От Антона вопрос. Тоже безумно его люблю, часто очень задают. В какое-то время мне даже казалось, что есть такой святой холивор. Должен ли ПИЭМ быть давалопером до этого? И, соответственно, часть людей кричала, да, обязательно рвала рубашку, что все остальные плохие ПИЭМы. Вторая часть, которая была нетехническая, говорила, да нет, это запросто можно, и без этого тоже на себя рвала рубашку. Я, наверное, отношусь к второй части, потому что я являюсь живым примером того, как человек, не будучи девелопером, стал ПИЭМом. И поскольку опыт менеджерский, у меня уже более 9 лет, и я нормально нахожу себе работу, и дальше двигаюсь, то мне кажется, что ПИЭМ с меня достаточно хороший. Плюс, более того, сколько я вижу по своим коллегам, которые тоже до этого были, кто в QA, кто в Customer Support, кто бизнес-аналитикам, то есть очень разные пути. И мне кажется, что не обязательно, да. По поводу именно технических каких-то навыков, просто есть такой нюанс, что как ПИЭМ, как менеджер, вы можете ввести очень разные проекты. Это может быть там и C++, и Java, и .NET, и мобильные какие-то аппликейшны, да все что угодно. И если вы будете технически в этом всем разбираться, но вы не сможете так быстро перепрыгивать с языка на язык, то есть чтобы переучиться с одного языка на другой, это занимает какое-то время, и оно там как бы даже не днями меряется, по-моему, месяцами или даже годами, в зависимости от вашей способности, то ПИЭМ, сначала один проект, потом другой, это достаточно просто перепрыгнуть, вы просто знаете общие принципы, методологии управления и все вперед. То есть с моей точки зрения, наверное, глубоких технических знаний не нужно. Как стать хорошим менеджером в IT-компании, если нет опыта в этой области на других позициях? То есть это то, что уже проговаривала, как заходить вообще в IT-компании. Пробуйте что-то организовывать, делать бесплатно, ищите интершип-программы, стажировки всевозможные, пытаетесь как-то общаться с людьми. И я знаю, в очень многих компаниях есть такие стажировки, просто погуглите эту тему. Стоит ли проходить сертификации по Scrum Agile и с чего начинать? Тоже такой холиворный вопрос на тему сертификации. С моей точки зрения, я помню еще, наверное, лет 7 назад, даже 8, сертификат от Microsoft для системных администраторов, это было так сходу плюс 300, то и 500 баксов в зарплате. Вот так вот сходу. Потом все начали исторически их получать, потому что сертификат означало все исключительно то, что ты можешь зазубрить какую-то методичку и потом проклацать правильные ответы, и сертификаты очень сильно обесценились. По ситуации на сейчас я смотрю, что работодатели действительно просят сертификаты. Для них это, не знаю, какое-то моральное подтверждение, что человек окей в этом плане. С другой стороны, я знаю, что человек может быть классным PM без сертификата. Это абсолютно. То есть наличие или отсутствие сертификата не говорит о вашей классности, крутизне как менеджера. Оно скорее говорит о том, чтобы у вас была такая возможность, чтобы этот сертификат получить. Для меня это просто как звездочка, то что вы можете, когда вам работодатель говорит, а сертификат у тебя есть? Вы такие, да, конечно. Это с одной точки зрения. То есть сейчас просто, мне кажется, сертификаты начали использовать какую-то программу пенсии для тех, кто их организовывает, особенно вот эта комбан сертификация, которая сейчас происходит глобальная, когда люди сертифицируются на комбан сертификации. Это канбан, что-то там. Но опять же такие сертификаты сам по себе для меня под вопросом. Для меня намного более важнее, это какой-то тренинг, то есть когда вам тренер структурирует знания, которые у вас есть. Потому что одно дело, когда вы там самооучкой там нахватались, там нахватались, там почитали, потом вы приходите на тренинг, и вам это все четко раскладывают по полочкам. И вот в этом случае, мне кажется, да, это make sense и достаточно хорошо. Ну, плюс, если вам сильно повезло, и ваша компания оплатила сертификат, то никогда не стоит от него отказываться. Иногда компания это делает специально, потому что тогда с точки зрения сейлзов, ваши сейлзы могут продавать, грубо говоря, а вот ваш проект будет ввести там Certified, Scrum Master или еще кто-то. То есть это как дополнительная плюшка, чтобы потом вот заключить какой-то контракт с вашими потенциальными заказчиками. Ну, это вот так, это имхо, что называется, мое личное мнение. Дальше. Построение карьеры в IT для QA-инженера. Да, вот вы просто пишетесь, вот как вы пишетесь, если не пишете полное имя, мне приходится встать ваши инициалы, то есть поэтому так. Соответственно, мне кажется, на позицию senior QA-инженер, да, у вас дальше идет ответвление, и, опять же таки, непонятно, мануальщик или автоматизатор, но все-таки, потому что для мануальщиков обычно следующим этапом карьеры это является автоматизация. Если же мы говорим про автоматизацию, то есть достигли какого-то своего пика, ну, я знаю, что могут быть там большие какие-то проекты, где нужно отдельно там архитектор или вот тот, кто будет приблизительно выполнять вот эту функцию по QA, если мы идем в техническую часть. Смотрите, что вам больше нравится. Если вам больше нравится эта как-то гиковость и углубление своих технических знаний, то, наверное, вот вам вот эту техническую часть в архитектуру, архитекторы. Если же вам больше понравилось менеджерам, да, вот вы попробовали вот этот вот безопасный план с соломкой на отпуске вашего менеджера или на организации чего-то самому дополнительного, то тогда для вас абсолютно логична позиция team lead QA, ну, как по мне, да, с этой позиции можно потом стать PM-ом или наоборот, опять же таки, ну, бывает по-разному. То есть вы можете или на ледовскую позицию идти, если хотите баланс соблюдать между технической частью и PM-ской менеджерской, или же сразу идти на PM-а, где технической части будет достаточно мало. Так, окей, идем дальше. Так, разница в зарплатах от девелопера, да, вот если мы там сидим себе сеньор-девелопер какой-то крутой, мы там достигли какого-то, не знаю, или медл-девелопера, и понимаем, если пойдем в менеджеры, то там одна вилка зарплат. Если пойдем в сеньор-девелопмент, то это, наверное, другая вилка зарплат. Насколько она отличается? Честно, безумно зависит от компании конкретной. Вы можете для себя ответить на этот вопрос, посмотрев статистику на Dow. Правда, на Dow, по моим данным, цифрки немножечко занижены. Не знаю, почему так, но вот как-то, вот и по данным тех рекрутеров, с которыми я общалась, вот где-то, да, обычно, но в мире чуть-чуть на рынке больше. Но, опять же, таки, зависит, наверное, от города и так далее. Это 100% зависит от города. Если говорить там суммарно, то мне кажется, что особой разницы в зарплате нету. Есть разница в том, насколько вы, называется, mature enough, то есть насколько вы профессионал своего дева. Потому что менеджеры бывают профессионалами, да, ну, то есть менеджеры тоже бывают там начинающие, бывают там middle, бывают senior менеджеры. Точно так же, да, там разработчики по такой же градации какой-то идут. И, соответственно, мне кажется, позиции там senior менеджера и senior какого-то разработчика, они, ну, как минимум соразмерны, а в некоторых моментах даже будут больше, в тех моментах, когда вы уже переходите на уровень, там, допустим, PMO или CTO или еще выше. Хотя, опять же, таки, зависит очень сильно от компании. Я знаю просто разработчиков, которые, пользуясь ситуацией на рынке, продавали себя за очень большие деньги, и как бы даже некоторые сети вот такие деньги не получали. Поэтому зарплата зависит от того, как вы умеете себя продать на рынке. Если говорить среднюю температуру, то, наверное, оно плюс-минус эквивалентно, то есть отталкиваться от выбора, идти в менеджеры или в технические, исключительно от зарплаты, я бы лично не советовала. Отталкивайтесь от того, к чему душа лежит. Вот где-то так. Дальше. Интересно узнать разницу введения проектов в западных компаниях и в русских и украинских, почему перенимается опыт зарубежных компаний, почему не всегда пользуются успехом грамотные методы управления проектами. На второй вопрос, наверное, ответ такой человеческий фактор. То есть это, знаете, как говорят, есть успешные проекты и с румпами, с фортерфоллами, скрамом и джайлом, это разные методологии. И точно так же есть провальные проекты с такими же методологиями. То есть неважно методология, важно то, как она внедряется, то, с какой командой вы работаете, и у вас люди ориентированы на результат или на то, чтобы там просто поныть и найти виноватого. То есть, опять же, смотрите на вот этот вот. Если говорить глобально о разнице ведения проекта, вот там сравнивая западные компании и украинские, я бы сказала, что западные все-таки больше ориентируются на результат, там больше все-таки идут какие-то методологии, но они это используют просто дольше. То есть действительно есть определенная тенденция, что сначала какие-то методологии появляются на Западе, и потом они постепенно с задержкой, по некоторым данным даже до пяти лет, точное количество лет я вам вряд ли скажу, сейчас у меня нет таких данных, появляются уже в русских и украинских компаниях. По статистике зарплат, допустим, девелоперских и менеджерских, я знаю, что действительно в русских и украинских компаниях зарплата немного ниже. Хотя бы потому, что русские и украинские компании работают на наш рынок, у нас своя локальная валюта, особенно с последним временем там инфляция сумасшедшая, западные же платят в долларах, и поэтому здесь немножко другая корреляция. Но глобально я бы сказала, что в западных компаниях немножко просто методологии появляются раньше, и их больше успевают опробовать, как таковые. Окей, двигаемся дальше. Так, немножко у меня дублируются слайды, это просто OpenOffice не дружит с Microsoft. Окей, где можно получить практические знания для работы в проектах IT? Ольга, консультант по внедрению CRM, но мне кажется, что, Оль, если вы уже работаете консультантом по внедрению CRM, то вы уже в IT, честно. Практические знания, пытайтесь найти работу, стажировку, не находятся, ходите на тусовки. То есть, инвестируйте свое время в какие-то IT-шные тусовки, клубы, не знаю, менеджерские, девелоперские, зайдите на Dole, зайдите на AIN.ua, это тоже очень классный портал девелоперский, ну, как не девелоперский, там интересная статья достаточно, и там есть тоже календарь событий, где намного больше разных событий, чем на Dole, в разных направлениях, ну, в том числе у них заточка под IT-шные. Посмотрите, что можно посетить, пообщайтесь с ребятами, организуйте что-то свое. То есть, вы когда, просто сейчас для вас вот эти советы, возможно, могут казаться немножко странными, ну, как это? А вы когда начнете отвечать на этот вопрос потихонечку, вы поймете, а можно вот это сделать, а можно там вот так вот. Оказывается, с вот этими ребятами пообщались, а у них в компании тут начальство задумается про стажировки. Вы такие, о, возьмите меня, если что, там, вот мои контакты. И когда уже действительно люди созреют к этому вопросу, у них уже будут желающие в вашем лице. Вот. Окей. Дальше тоже интересный вопрос. Как мне, как Team Lead'у поступать со слабыми членами команды? Вот тоже такой интересный вопрос, балансирующий и так далее, очень много факторов, да, то есть, ну, недостаточно, вот, наверное, входной информации, но если опираться на то, что есть, я бы здесь процедировала свою начальницу, которая дала мне очень мудрый совет, вот он для меня сейчас очень важен, я его пытаюсь внедрить на практике, что если у вас есть слабый или проблемный человек в команде, вы для себя должны, вот, просто посчитать время, усилие, которое вы потратите на то, чтобы этого человека вывести в плюс, стоит ли для компании это или нет. То есть, вот у вас есть человек, он по каким-то причинам не работает так, как вы ожидаете. Вы с ним там раз поговорили, два поговорили, ну, понимаете, что, как бы, прогресса нету, да, и вы смотрите, там, если у вас это с человеком, нужно ему промывать мозг два часа в неделю, и тогда он только хотя бы приблизительно начинает работать на свою позицию, ну, наверное, это как-то too much, потому что каждую неделю, там, по два часа с ним, вас там через месяц вы уже просто не будете хватать, да. Здесь, опять же, такие, идут дополнительные определенные инструменты, то есть, проконсультируйтесь с вашим HR-ом по поводу того, как, да, там, вот, конкретно с этим человеком. Но для себя вы определяете количество тех усилий, которые вы затрачиваете на то, чтобы перевести этого человека в плюс. Для вас стоит того или нет? Если вы чувствуете, что вы тратите слишком много, тогда, наверное, с таким человеком лучше расставаться. Если же вы понимаете, что это окей, то есть, вы с ним поговорили там раз в месяц, дали ему фидбэк, рассказали, что все замечательно, и он начинает исправляться, потом еще через две недельки поговорили. Но, опять же, таки, по поводу one-to-one, оптимальное соотношение, с моей точки зрения, все-таки раз в две недели. Это пока вы начинаете, да. Потом, пока, ну, когда у вас уже будут нормальные отношения в команде, вы научитесь это прямо давать. То есть, в идеале, вы фидбэк даете как бы сразу. Но, опять же, таки, это все учится там постепенно. Соответственно, если проблемный человек, то с ним сначала говорите, не доходит второй испытательный срок, не прошло, ну, извините, значит, просто у компании не будет столько, для компании будет слишком дорого инвестировать в раше время и деньги на то, чтобы вывести этого человека в плюс. Опять же, таки, вашей конкретной ситуации нужно обсуждать. Если интересно, Игорь, напишите мне, там, пообщаемся. Я просто сейчас похожий кейс на эту же тему. Вот, так, дальше. Which tools and progs are most recommended for future PM? Как ни банально, Office. Вот, Office, Google календарь, митинги и так далее, это наше все. Мы строим, ну, если говорить про какие-то операционные штуки, JIRA и Confluence, это стандартная штука, по-моему, для очень многих проектов сейчас. Если не используете, очень рекомендую. Вот, диаграммы ГАНТа, наверное, на практике не всегда строятся, но, как минимум, dependency matrix, то есть мы в модуле про управление рисками, очень рекомендую строить, когда вы увидите, особенно, когда у вас проект, где несколько команд, у меня сейчас на проекте 8 команд разных, они каждая пилит свой кусочек, это потом нужно свести воедино, integration, тестирование и так далее, очень хорошо помогает. Тоже плагины на Confluence, где все это быстро делается и так далее. То есть MS Project, Google календарь на митинге, JIRA плюс Confluence, какого-то чего-то специального, блокнот с ручкой, общайтесь с вашими ребятами. Дальше. Можно ли с филологическим образованием стать скрам-мастер или проект-менеджер? Мне кажется, можно, особенно если вы, да, там зайдете вот в IT-компании, это вопрос был от девушки, которая на позиции рекрутит-менеджера, то есть если вы там, ну, опять же таки, если вы хотите в проектный менеджмент, то тут именно вы в проектный менеджмент хотите или вообще на менеджмент, на менеджера как такового, потому что, я знаю, для рекрутеров, ну, да, там можно стать менеджером отдела рекрутинга, менеджером HR-ом отдела, да, там, head of HR department, в зависимости от вашей компании, то есть если эта компания реально на несколько тысяч человек, и вы head HR department, то это реально очень крутая C-level должности и так далее, то есть может вам и не надо будет быть PM, вы уже реализуетесь на менеджерской стезе по рекрутингу. Если же говорить в общем, да, как заходить там с другим непрофильным образованием, тоже немножко частично уже отвечала, это пытайтесь найти какие-то стажировки, вот, customer support, если у вас филологическое образование, несколько иностранных языков, ищите продуктовые компании, благо их в Киеве достаточно много, вот, вперед. Да, и на самом деле, немножко еще не буду, вы увидели последний слайд, но я обещала вопросы посмотреть, сейчас немножко буду. Да, по поводу сайта вместе с Doe, я его туда пришлю, это INUA, сайт называется, я его вам пришлю в рассылке, да, хорошо. Помогите выбрать направление, BASP или PM. Ну, если честно, как бы для себя, смотрите, что вам больше нравится, попробуйте порешать, ну, если есть возможность на текущем проекте, порешать задачи BASP, да, там, описание требований, коммуникация с заказчиком, оформление это в виде конкретных юзер-сторий, не знаю, или любых требований, которые у вас работают, и попробуйте координационную работу. И вот, что вам понравится больше, то есть, вы больше любите там от себя зависеть, потому что BA, бизнес-аналитик, он все-таки больше там описывает все, у него есть какой-то вот конечный результат в плане там, ну, пощупать эти требования. Проектный менеджер, его конечный результат работы, это продуктивность его компании, это те деньги, да, грубо говоря, которые бизнес заработает благодаря тому, что команда что-то заделиврировала и так далее. То есть, попробуйте и то, и то, и посмотрите, что для вас лучше. Опасения. Самое большое опасение, как начать свою карьеру в IT-менеджерах, если я менеджер извне. Опять же, таки, частично, наверное, отвечала. Попробуйте, ну, опять же, таки, вы менеджер извне, на каком уровне? Если это просто там обычный операционный менеджер, то да, наверное, лучше заходить в IT-компанию через какие-то стажировки, еще что-то поискать. Если же вы менеджер уровня там C-level, то, я думаю, здесь достаточно реально. Найдите IT-компанию продуктовую, которой нужно будет ваше знание бизнеса, которое у вас есть. То есть, к примеру, если вы там сейчас работаете в ритейле, грубо говоря, у вас есть знание вот этой сферы. Найдите продуктовую компанию IT-шную, которая что-то разрабатывает для этой сферы, и ваши знания будут для нее реально ценными, и вы можете с ними уже на таком уровне. Передо... Ну, господи, общаться. Еще про опасения. Стереотипы, попадания под стереотипы оппонентного собеседника до момента совершения действия. Если честно, не совсем поняла вопрос. То есть, что здесь имелось в виду? Можете, пожалуйста, расшифровать. То есть, это вас будут считать ребята оппонентом до того, как вы были менеджером, или нет? Станислав, если можно, если еще на связи, напишите, пожалуйста. Дальше. Страшно, что менеджеры других проектов не будут воспринимать как равного и пинать, тралить, проверять как-либо. Юль, спасибо за вопрос. Мне кажется, здесь тот же solution, что и с командой. То есть, если вы завоеваете свой авторитет. По дефолту, честно, я работала в проектах, где там несколько менеджеров проекта. То есть, у нас там 10-15 было. При этом я коучила человека, который с SQL-разработчиком ПМ-ом потом встал. Ну, при том, как бы, я его сначала взяла себе, Junior PM-ом к себе на проект, он мне помогал, потом он дальше был. То есть, попробуйте найти себе тогда коуча среди тех же ПМ-ов, какого-то Senior PM-а, который, грубо говоря, будет вашей крышей, если так можно выразиться. То есть, это уже будет плюс. То есть, этот человек вас 100% не будет ни троллить, ничего, потому что, грубо говоря, он за вас отвечает. Потом вы сами же можете налаживать те же отношения. То есть, ваш авторитет, те дела, которые вы сделали, то, как вы взаимодействуете с другими. Если вы реально помогаете другим отделам, то есть, у вас идет продуктивная работа, то, я думаю, здесь будет очень классно. Так, идем дальше вверх по нашим вопросам. Сдали тест, Алексей, Professional Scrum Master и переживайте, что в этой может не пригодиться. В своей текущей компании для этого нет никакой возможности. Ну, смотрите, опять же таки, вы работаете, вот этот тест, если вы его сдавали сами, за свои деньги, грубо говоря, сертификацию получали, то это ваша инвестиция, в ваше резюме, грубо говоря. Не пригодилось в этой компании, может пригодиться в другой. То есть, вы же работаете на свою карьеру точно так же. По поводу этой компании, вы можете сами это предложить. То есть, скажите, там, ребята, мне тут вот идею классную подсказали, что вот эти вот сертификаты, которые у нас, мы можем на самом деле ставить это как плюс для наших заказчиков. Может, ваши СЛЗы не знают, что это можно использовать как плюс. А вы тут такое, ну, попробуйте, да, прощупать эту тему. Возможно, их это заинтересует. Тут бабас, этот сертификат уже нужен вашей компании. Вас там на очередную сертификацию посылают. Окей. Антона, по поводу, насколько глубокие должны быть знания информатики, мне кажется, это частично вопрос по крылью, да, по поводу технической. У вас, ну, информатика здесь общая должна быть, то есть, вы должны понимать, там, грубо говоря, какие языки есть, программирование, какие-то, не знаю, кейворды, вот, к чему, что, да, что такое бэкэнд, что такое фронт-энд. Ну, это все достаточно просто наверстывается, то есть, когда вы начинаетесь в этой сфере вариться, вы очень быстро в это втягиваетесь. Вот. Не хочется перерабатывать и тратить личное время для решения задач компании-команды от Алексея. Ну, окей, хорошо, тогда давайте посмотрим на свои долгосрочные цели. То есть, вот, когда нет желания перерабатывать, значит, нет, грубо говоря, энергии на что-то, то есть, не понимаете, зачем вам оно, вот зачем вам перерабатывать, грубо говоря. Можно так, чтобы компания за меня все сделала, еще и повысила до уровня директора, да, но здесь вы должны для себя понимать, вам промоушен вот нужен или нет. То есть, для того, чтобы что-то получить, мы всегда вкладываем какие-то усилия. Это могут быть деньги, это может быть время. Да, вот вы пришли, допустим, на этот вебинар за знаниями. Да, с одной стороны, он бесплатный, но на самом деле вы инвестируете в это свое время, на свое обучение. Соответственно, вам нужна позиция менеджера, вы ее хотите получить или нет, насколько она вам нужна, что вы готовы за нее отдать. И это выходит на свое рабочее время. Если вам повезло, да, и вы можете выделить, ну, как бы не свое личное, а свое рабочее, то есть, у вас набор ваших текущих обязанностей таков, что у вас есть время на, ну, дополнительно, вы можете его пытать на свое развитие. Используйте его, это классно. Если нет, то посмотрите, а можете ли вы себе выкроить такое время на работе, чтобы соблюдать вот этот баланс между личной жизнью все-таки и работой. Возможно, там можно как-то переструктурировать ваш рабочий день, не знаю, поиграться с тайм-менеджментом, что-то делегировать, и вы реально вот сможете это на себя так же взять. Вот. И, соответственно, уже от этого и будете отталкиваться. То есть, первое, это для себя определиться, хотите ли вы позицию менеджера и что вы за нее готовы заплатить и сколько. То есть, это же не означает, что вы будете перерабатывать до конца вашей жизни и так далее. А грамотные менеджеры уходят строго, там, ну вот, отработали свои 8 часов. Да, они действительно работают. То есть, они не пьют кофе часами и обсуждают все и вся, но они действительно работают вот в это время. С другой стороны, у них оно четко ограничено. Поэтому посмотрите или выкроите на своем текущем рабочем времени, чтобы вот соблюдать вот этот баланс. Окей. Хорошо. Идем дальше. Не справиться с поставленной задачей был страху, Вячеслава проговорили. Идти по правильному направлению. А не вопрос. Но, опять же таки, это те критерии, successful критерии, до которых мы себя ставим. Перед тем, как мы вот на позицию менеджера, пропишите для себя, по каким критериям вы будете знать, что вы в том направлении двигаетесь или нет. Потому что у менеджера будут определенные челленджи. Если вы начнете как-то структурировать ребят, кто-то может сказать, блин, а что ты спрашиваешь, когда мы приходим на работу, мы приходим, когда нам хочется, будут определенные недовольные. Но здесь нужно понимать, ради чего вы это делаете. У вас есть бизнес-цели, вы всегда отталкиваетесь от целей вашего бизнеса. И тогда все воспринимается немножко по-другому. С авторитетом перед подчиненными мы проговорили. То есть конкретно пацан сказал, пацан сделал. Мне тут чатчики печатали, пацан передумал. Ну, честно, пацан сказал, пацан сделал. Делайте конкретные вещи, решайте конкретные проблемы ваших команд. Если вы там по скрам знаете ретроспективы, делайте по ретроспективам action point и показывайте, что закрыто, что не закрыто. И реально вот эти вот достижения, ваши законченные, завершенные дела очень сильно будут подпитывать. Презентацию, да, можно будет получить в конце. Дальше. И страхов не сдать сроки в надлежащем качестве. Самообучение. Это абсолютно нормально. То есть вы, когда начнете, просто найдите себе какого-то, не знаю, сеньорного PM или менеджера, который вас перестрахует, перепроверит. Пытайте, постоянно трекайте на каком вы сейчас этапе. Если вы, ну, то есть не ждите конца спринта, для того, чтобы потом заказчику сказать, упс, ID.det.cam, мы зафейлили спринт и ничего не будет. А там, или если проекта, то конца спринта. Держите руку на пульсе, смотрите, если что-то идет не по графику, то есть вы видите, вы выбиваетесь, это нормально, вам нужно просто сделать соответствующие шаги. То есть это то, что называется управление рисками. Вы делаете соответствующие изменения. То есть вы знаете, что если вы это не успеваете, у вас есть план B. Дальше вспоминаем классический проектный треугольник по поводу времени, по поводу бюджета и по поводу качества и играемся в его рамках. Вот и все. Главное, корректно коммуницировать. Это нормальные рабочие вопросы, которые решаются в таком же рабочем порядке. Быть человеком, которого не поверят, не дадут стартануть. От Станислава. Смотрите, здесь двоякий момент. Чтобы не быть таким человеком, вам, во-первых, нужно завоевать определенный авторитет, доверие у других людей. То есть, чтобы в вас кто-то поверил, вы должны подать надежду. Как подается надежда? Мы проговаривали по поводу того, что вы берете и начинаете решать конкретные проблемы вашей компании, вашей команды на каком-то уровне. Не обязательно прийти и сказать, все, компания, я сейчас перерешаю все твои проблемы и стану мега крутым. Это да. Но что это на практике означает? Не знаю, если это на уровне девелопмента, то тоже из классических примеров. Ребята для того, чтобы задеплоить, поднимали постоянно виртуалки, виртуальные машины. Это делал каждый человек. На это тратил какие-то 30 минут или час раз в неделю. Но, грубо говоря, делали и все, и молча. Один какой-то человек посмотрел, мы же разработчики, мы можем все автоматизировать. И написал маленький скриптик, программойнку, которая будет делать это автоматом. И теперь вместо часа, грубо говоря, ребята начали тратить минут 10. Человек решил реально проблему. Сэкономил компанию, кучу времени, ребят, которые можно потратить на то же программирование. На самом деле, для человека этот плюс в карму и показатель того, что он и завоевал авторитет среди ребят, и, ну, это менеджер, это тем лид, это один из моих тех лидов. И, собственно, таким образом авторитеты и завоевываются. Если же вам очень важно, вы знаете, чтобы вас, то есть надыхнув, сказав, да, ты сможешь и так далее, ищите свою собственную команду поддержки. Это могут быть как ваши друзья, это могут быть, там на тусовке кого-то спросил, если, ну, когда вы познакомились с кем-то, пришли на, не знаю, какой-то дискуссионный клуб, Кайзен Клаб и так далее, то есть там кто-то вас поддержал, сказал, да, блин, я начинал с того же, у тебя реально все выйдет, там, я в тебя верю и так далее. Могут быть ваши друзья, может быть ваш начальник, вот, приходите к нам на коучинг, я буду вас верить, мотивировать и так далее. Так, по поводу опасения, что не дадут стартануть, бывает сильная ситуация, когда в компании просто физически нет возможности, не стартует что-то, все равно рано или поздно стартанет, особенно если ваша компания растет, появляются новые зоны ответственности, просто целенаправленно, если вы будете решать проблемы компании, вам дадут эту должность, если не дают на это вообще пипец-пипец, пойдете в другую компанию, там дадут. Ну, то есть, я знаю, вакансии стажировок, ну, там, есть такие варианты. Окей, а что еще? Так, по стереотипам Астанислава, да, например, HR не идут в продакшн, легче воспитать PM из дева, стереотип достаточно непреодолимый. Ага, то есть, что именно за HR не дадут в продакшн? Ну, смотрите, вот мне кажется, здесь, опять же, таки, все индивидуально, ну, стереотип такой, знаете, есть, но этих стереотипов достаточно и много, что PM может стать только разработчиком. Я вам скажу, ну, во-первых, то, что я здесь вещаю, это вот опровержение этого стереотипа, я никогда не была разработчиком. Более того, я могу там привести кучу своих друзей, классных PM, которые некогда не были разработчиками. По поводу конкретно HR-ства, я думаю, вам здесь стоит посмотреть по своей конкретной компании. Не пустили в дверь, сказали проще воспитать из девелопмента лезти куда-то в форточку. Я знаю, что, допустим, в нашей компании есть пример, когда скрам-мастером стала девушка, которая до этого работала в клиент-отделе, они общались с заказчиками, то есть они какие-то пейперы, бумажные дела вели. То есть она не разработчик, она как-то в этом отделе была и, соответственно, ее потом перевели сюда, потому что у нее были хорошие отношения с заказчиком, она умела с ним коммуницировать и, собственно, в какой-то момент ее перевели. Попытайтесь по своей компании посмотреть, как еще это можно сделать. Если реально глухо, то есть, опять же, вы пообщались с одним человеком, с другим, если с десятьми людьми, как-то попытались пообщаться и вообще все глухо-глухо-глухо, смотрите тогда на варианты, как заходить в другие отделы. То есть с кастомер-супорта реально, с локализацией реально, то есть отдел по переводу продукта на другие языки, с QA очень реально, в мануальщики, тестировщики тоже достаточно просто зайти. Как бы вот так, то есть пытайтесь. Главное не сдаваться, я в вас верю. Вот, хорошо. А самом деле, по вопросам, насколько я смотрю, в чатике уже все, у нас по времени тоже мы так с вами продуктивненько пообщались. Напоследок, я вам таки покажу вот этот вот слайд, которым хотела вас очень сильно воодушевить. Фраза мне попалась, что станьте тем, кто умеет решать сложные проблемы и восстанете тем, кому люди охотно будут платить большие деньги. Это действительно так. Это вот такая вот мысль, которую я к вам хотела донести, что очень классный способ стать менеджером, это начать решать проблемы, начать немножко по-другому, смотреть на вашу команду, на то, что вы можете порешать, посмотреть и так далее. Ну, также попытайтесь найти свою команду поддержки, то есть это может быть ваш менеджер, вы можете прийти с ним проговорить, ну, это очень сильно помогает, когда вы приходите и говорите, да, я хочу туда двигаться, скажи мне, пожалуйста, что я могу для этого сделать. Вот, менеджер как минимум будет знать, что вы туда хотите, он вам уже будет давать даже какие-то задачи больше с этим связанные, где надо будет что-то прокординировать и так далее. Ну, соответственно, для вас большой плюс. Плюс, если вы ему честно скажете, там, если ты меня будешь сильно благодарен, там, не знаю, ты у кого-то принесете или коробку конфет в зависимости от вашего менеджера, он тоже в вас будет вкладываться и учить вас. Поэтому, я надеюсь, что я более-менее для вас прояснила вот ситуацию, как же туда попасть, на это шалейный бизнес IT-менеджера. Вот, я желаю, чтобы вы действительно очутились там, где хотите, что если это действительно ваше искреннее желание стать менеджером, я сильно верю, что с вас выйдут классные менеджеры. Не забывайте постоянно по поводу Кайзенмайнд и постоянного улучшения, улучшайтесь. И большое спасибо за то время, которое вы провели. Приятного вам вечера и на сей замечательной ноте мы будем завершать наш вебинар. сей замечательной сей замечательной